Ещё раз всем привет. 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 С вами Светлана Ата. Юль Берасовна. Прихорошилась для фотографий. Оу, еееей. Всем привет, мои дорогие. Начинается новый день, а я беру девочкам навстречу. Будем рисовать сегодня, встречаться с моими подружками. А вам желаю прекрасного дня и хорошего настроения. Много добра. Добра, добра, добра ко всему, что вас окружает. Ну, посмотрите на это море. Я буду идти, мои дорогие, потому что я бегу навстречу. Меня ждут мои подружки. Кто-то бегает. Ой, я так довольна этим интервальным голоданием. У меня мои жиры уходят, брюки, которые я не влезала, влезла. Сантиметры уходят, сантиметры. Не то, что там, допустим, сейчас килограммы сантиметры уходят. А очистительная клизма, писали, что это вредно. Поверьте, я медсестра с 26-летним стажем. И очистительная клизма вредна, когда делаешь ее постоянно, но она нужна в период интервального голодания и голодания. Потому что перистальтика ослабевает и запоры происходят естественным образом. Мы же когда не кушаем столько, как сколько раньше, поэтому такое происходит. Сегодня я сделаю себе суп из брокколи. Вот я же хочу жидкое. Вот. Вообще без жидкого не могу. Можно и борщ приготовить. Сделаю суп из брокколи. Столько много, чего можно приготовить. Вот девочки сидят. На ногти смотрят. Многие турчанки не наносят лак. Такие продвинутые там, которые работают. А я когда приехала в Турцию, смотрю, ни педикюра нет у моей заловки. Ни у других. Ни маникюра. Ну вот. Сейчас такая же картина со Светланой. Когда ты живешь несколько лет, ты становишься одной из местных. Такой парадокс. И принимаешь все абсолютно. И кухню. И стиль одежды. И вот я перешла полностью на нижнюю обувь. Видите, обувь. Такая она удобная. Обалденная обувь у меня. На низкой подошве. Потому что здесь такие огромные расстояния, что тебе нет необходимости. И ты не сможешь на каблуках топать. Может быть, это будет анкетка, но я так привыкла на низкой подошве. А потом я всю жизнь на каблуках. У меня не было обуви на низкой подошве. На низком каблуке. Я только ходила. И я так привыкала. Но я, в принципе, доходила до остановки. Там было немножко. Врач меня, доктор, забирал. А вон Катюша меня ждет. Вот и я иду. Катюша одна пришла. Всем прекрасного дня, друзья мои. Друзья мои, вот такой у меня сегодня замечательный обед. Зажарила я в духовочке ляшечки. Приготовила такой супчик с овощами. Капусточка моя. Такой салатик красивый сделала. С роколой, со всеми этими. Цикорией, все, что хотите. Все там есть. Вот. Салат оливье. Вчера муж не доел. Сегодня я доем. Со сметаной он. И свежий огурец, свежая морковь. Есть и малосольный огурчик, горох. Вот. На десерт у меня такое. Так, кстати, у меня авокадо еще. И запью я горячей водой с уксусом. Я очень люблю это. Так, вот такие цветочки мне мой муж подарил на день матери в грузе, когда был. Вот я целый день вожусь на кухне. Вот это. Откуда-то у меня появляется вода. Мне кажется, это течет с крана, потому что наводнение. Вот моя капусточка. Я засолила вчера вторую партию. Вот. Это. Вот это. А вот эти ляшечки. Там все-таки с него с такой жиром выходит нехороший. Вот мои ляшечки. Аж к имчику есть кушать. У него супчик есть. Вот. Буду кушать сейчас. Приятного аппетита. А я сегодня встретилась с девчонками. Так хорошо было. Такая погода замечательная. Ну, немножко поддувала. Порисовали нейрографику. Потом походили по набережной. И сегодня, сегодня я иду. Знаете, куда? Я иду сегодня на зумбу. Так неожиданно и спонтанно все получилось. Я увидела видео занятий зумбы. И написала комментарий. И моя преподавательница ответила мне сразу. Давай быстрее. Где ты? Приходи. Мы соскучились. Я приняла решение вчера. И написала ей в личку. И сегодня я иду на зумбу. Приготовила уже сумку. В предвкушении есть занятия в 19.15 и в 20.30. Мне устраивает 19.15. Вот. Стоимость 400 лир. Ну, если есть мизит ли карта, 320. Вот. Так что я иду. У меня есть мизит ли карта. На халяву. А мы что в фитнес-клубе. Я узнавала цену на 3 месяца абонемент. 2 тысячи лир на одного человека. Нам, Сашка, вам надо 4. Пока сейчас мне не до этого. Ну, пойду на зумбу постепенно. Он и так ходит сейчас. Так что вот. Я буду кушать. Я тоже очень проголодалась. Ну, а вам желаю прекрасного настроения. Только позитива и добра. Будьте добры. Сегодня я получила вот такую посылочку. Долгожданную. Смотрите, на мой адрес. Открыла. А внутри вот такой браслет. Видите, какой он красивый. Какие у него здесь. Видите? Это качественная бижутерия. Такой браслет я заработала, мои дорогие. Заработала, купила NFT. И мне дали в подарок такой браслет. Так что вы можете тоже успеть купить. Друзья мои, возвращаюсь я с зумбы. Что могу сказать, какие впечатления. Вообще-то у меня должна быть здесь вспышка, но у меня почему-то она не горит. Вот это у меня телефон классный. И спереди, и вспышка, и сзади. Впечатления, конечно, я не разочаровалась. Потому что в мае будет, в мае я посмотрела, будет бы год, как я не ходила на зумбу. Что могу сказать? Конечно, очень много новых движений. Но, в принципе, движения, они похожи друг на друга. Видите, я мокрая такая сейчас в душ. Спотела, конечно. Хорошо, что оделась. Вечером прохладно. Все много очень новых. Старенькие там пару было. Мне так хорошо приняли, обрадовались, поцеловали. Как будто в свой коллектив пришла. Ну, действительно, преподаватель обалденная у нас, такая добрая. Надо будет ей потом обязательно какой-то подарок подарить. Ну, так сколько лет я уже с ней. В общем, движения, они трудно. Надо, главное, смотреть на ноги ее, над руки, и все. Конечно, есть такие, которые, наверное, ходят и прям наступают на мне, на ноги. Я уже возле самого зеркала была. Они все наступают и наступают. Я найду другое место, они туда. Да, но ничего страшного. Так что вот, я возвращаюсь домой. Устала, конечно, сегодня, но дома ждут мне другие дела. Я еще хочу добавить, что я сегодня, конечно, щадяще относилась к себе, потому что у меня был такой пульс повышенный, да, как я давно не занималась этими. Поэтому с ума не сходила, все так аккуратненько, с вдохами, выдохами. И вот постепенно буду вливаться в коллектив, вливаться в свой образ жизни, спортивный. Но буду ходить, наверное, до июля, пока не поедем мы в Батуми. Ну, сколько будет, то столько я буду. Но бросать уже действительно не буду. А потом посмотрим, как там будет, что. Не показывала я вам вечера ходить. Вообще не страшно. Ходить не страшно. В таком районе я живу. Бог меня сохраняет, мой ангел-хранитель. Вот. Наверное, мой заждался. Я его таким вкусным ужином накормила. Так что он меня, наверное, ждет с чаем. Сейчас душ приму, чай выпью. Ой, у нас и вебинар, но я уже не успеваю его записать. Потом посмотрю в записи. Кстати, вы знали, что было отключение Фейсбука, Инстаграма? Вот на Украине партнер говорит, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб вроде бы. Из Италии звонила партнер, тоже Фейсбук не работает. Моя дочка звонила, что ничего, мессенджер, Фейсбук, Инстаграм не работает. Но и у меня в этот момент только Фейсбук не работал, мужа не работал, вот друзей не работали, потом все восстановилось. Вот. Наш кабинет, ГИГОС, все в порядке. Вот. Самый стойкий наш ГИГОС, мои дорогие друзья. Я дома. Сейчас соседи подумают, где это она шляется. Ну все. Так что вот такое было отключение какое-то Фейсбука. Вам приятного просмотра. Спасибо за лайки, за комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok